Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий о студии Андрея Грагуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одежда, продукты питания и медикаменты. Власти Куйбышевского района вместе с волонтерами собрали гуманитарную помощь для бригады военнослужащего, пришедшего в отпуск. Госдума поддержала предложение Дмитрия Азарова о необходимости совершенствования методики расчета тарифа на обслуживание газового оборудования. Сегодня там прошло пленарное заседание, на котором рассматривался этот вопрос. Ситуация с увеличением стоимости услуг актуальна для многих регионов, в их числе и для Самарской области. Решением вопроса занялся и губернатор Дмитрий Азаров в ответ на многочисленные обращения жителей. В феврале правительство Самарской области направило в Минстрой России письма с предложением по внесению изменений в методику, которые позволят избежать завышения тарифов газораспределительными организациями. Кроме того, Дмитрий Азаров обозначил существующую проблему перед депутатами. В итоге председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости разобраться в методических рекомендациях Минстроя и росте тарифов на обслуживание газового оборудования. В настоящее время на территории Самарской области остаются потопленными 6 низководных мостов, 38 частных жилых домов, 561 приусадебный участок, один участок автомобильной дороги местного значения. Наблюдается положительная динамика, вода отступила от 5 жилых домов и 88 приусадебных участков. Участок автомобильной дороги в селе Пестравка Пестравского района освободился от воды, а также восстановлено транспортное сообщение с селом Константиновка в Большеглушицком районе. По-прежнему отсутствует транспортное сообщение с селом Полудники Нальчеркасского района. Необходимые средства для жизнеобеспечения населения имеются. Начало гидравлических испытаний после окончания отопительного периода 2023-2024 годов и подготовка города к следующему отопительному сезону. Комплекс первоочередных мер обсудили на заседании профильного штаба. Его провел заместитель главы города, руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Александр Андрианов. В частности, проверили готовность подрядчиков приступить к работам на теплосетях, ремонт и модернизация которых запланированы в этом году. Сколько таких объектов будет обновлено и когда приступят к проверке работы действующих коммуникаций, расскажем в нашем материале. С окончанием отопительного сезона в городе традиционно дадут старт гидравлическим испытаниям на системах водотеплоснабжения. Первые испытания пройдут на тех котельных, которые не участвуют в предоставлении горячего водоснабжения. Это значит, что отключение ресурсов в домах самарцев на первом этапе испытаний не планируется. В частности, это касается Безымянской отопительной котельной. Касается вопрос горячего водоснабжения? Нет, там все будет. То есть там все будет? То есть потребители наши останутся с горячей водой, все нормально? Заблаговременно в Самаре уже началась подготовка города к следующему отопительному сезону. Традиционно в теплое время года на сетях теплоснабжения проводятся работы по ремонту и модернизации теплотрасс на отдельных участках. В этом году в планах произвести их обновление на 24 объектах. По 19 объектам конкурсные процедуры уже завершены. С подрядчиками, ресурсоснабжающими компаниями, заключены контракты. Компании готовы приступить к работам. По пяти объектам идут процедуры, связанные с определением подрядчиков. В списке объектов, на которых произведут работы теплосетей в этом году, есть внутриквартальные. В центре города достаточно стесненные условия, очень стесненные условия. Это Ленинградская, это Алексея Толстого. Стесненные условия, потому что здесь все-таки и сторонние сети, газовые сети, электрические сети, водопроводные, канализационные пересекаются. Ну и плюс еще те объекты, которые мы будем проходить под центральными дорогами, придется тоже останавливать временное движение. Но максимально будем сокращать это время. Как и в прошлые годы, такие работы намерены начинать под выходные. Подрядчики нацелены на то, чтобы переход был выполнен за 2-3 дня. Минимизации неудобств для населения по-прежнему уделяется особое внимание. Работы, сопряженные с переходом через дороги, предусмотрены в районе перекрестка улиц Гагарина и Мяги, на улице Литвинова в поселке Зубчининовка. Завершить работы на всех объектах планируют к 15 сентября. А на участках вблизи учреждений образования все должно быть готово уже к 1 сентября. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Профильные службы в круглосуточном режиме приводят в порядок город после зимы. Уборка зимних накоплений, мытье дорог и тротуаров, покраска металлических конструкций, очистка остановочных павильонов и многие другие сезонные работы – актуальны в месячник по благоустройству, который начался в Самаре 1 апреля. Часть работы выполняет спецтехника. Многое делается в ручном режиме. Как преображается город и кто делает его чище – расскажем в нашем сюжете. В Самаре продолжается уборка городских улиц после зимы. Все сезонные работы в рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, усилены. Повышенное внимание уделяется состоянию улично-дорожной сети. Порядка 760 улиц города с твердым покрытием подлежат мойке. На них задействуют вакуумные подметально-уборочные машины. Но перед этим требуются подготовительные работы. Особенно это касается сбора зимних накоплений в приладковой части дорог. На сегодняшний день очищены от зимней грязи, мусора и готовы к мойке 15% дорог местного значения. На этих объектах поливочно-моечные машины и пылесосы уже функционируют, в том числе малогабаритные, для бережной очистки тротуарного покрытия. Работа ведется круглосуточно. И в день на уборку выходит сейчас 20 единиц техники, 8 вакуумно-подметальных машин и 12 поливомоечных. Наибольших результатов удается достичь в ночное время, когда меньше всего транспорта. Но погода вносит свои коррективы. Прошел дождь. Частично, в достаточных местах он прошел сильный. Как следствие, появились на участке дорог намыло зимних накоплений. Поэтому в текущий дождевой период основная работа – это продолжение сбора зимних накоплений, которые скапливаются в приладковой, мойка приладковой поливомоечными машинами и обеспыленные вакуумно-подметальным машинами. Машины, припаркованные в зоне действия, запрещающих остановку и стоянку знаков, эвакуируют. Автовладельцев просят быть внимательными и не парковаться в неположенных местах. После освобождения крайней правой полосы проезжей части от транспорта нарушителей подрядчики заходят на участки и беспрепятственно трудятся, в том числе с использованием спецтехники. По мере готовности улиц выход поливочно-моечных машин нарастят до 40-43 единиц, вакуумно-подметальных – до 26 единиц. Техника находится на обслуживании в постоянном режиме. Остановки общественного транспорта вдоль улично-дорожной сети тоже приводят в порядок. Ремонт, покраска каркаса и мытье стекол с использованием средств, разрешенных к применению Роспотребнадзора. Скребками стены павильонов очищают от незаконной рекламы. Обслуживание павильонов производят на регулярной основе. Незаконные листовки отчищаются спецсредствами. Помывка остановочного павильона производится два раза в месяц. Производится путем помывки водой. В зимний период специальной незамерзающей жидкостью. В МБУ «Самара информресурс» рассказывают, чаще всего недобросовестные граждане разбивают стеклянные панели, наносят граффити на поверхности павильонов. На сегодняшний день 25% всех остановок уже приведены в надлежащий вид. В профильном департаменте заверяют, что все замечания относительно состояния павильонов и других объектов благоустройства оперативно отрабатываются. На дорогах контроль организован постоянно. Он осуществляется специалистами МПГ типа благоустройства и МБУ дорожное хозяйство. Сезонные работы по благоустройству в городе продолжаются. Их темпы и объемы наращиваются. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Обсудили актуальные вопросы повышения безопасности населения. В Самаре прошло заседание комиссии по общественному контролю, экспертизе и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты города. В каких местах следует проявлять бдительность и куда обращаться в случае возникновения ЧП, узнала Ксения Баканова. Одна из приоритетных задач государства – обеспечение безопасности мирного населения. Борьба с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков – все, что представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Эти темы стали ключевыми на заседании комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты города. Наибольшая часть преступлений происходит в местах массового скопления людей – на территории вокзалов, рынков, крупных торговых центров и кинотеатров. Для предотвращения правонарушений в этих местах работает система видеонаблюдения. Также специалисты мониторят данные с камер, которые расположены во дворах и на дорогах. Техника трудится во благо людей. Однако внимательность и осторожность никто не отменял. Сегодня это чувство должно быть наиболее обострянуло у каждого. Начиная от руководителей, учреждений, предприятий, независимо от количества и направленности, до работающих, служащих, учащихся. И эта работа должна быть доведена до автоматизма, ежедневная. Сегодня повышенное внимание уделяется охране объектов в социальной сфере – школам, детским садам, учреждениям культуры и спорта. Но время диктует свое. Участники заседания рекомендовали более активно привлекать к работе горожан, институты гражданского общества, общественные организации, представителей ТСЖ, управляющих компаний, чтобы все желающие могли внести свой вклад в комплексное обеспечение безопасности. Существует работающая муниципальная программа антитеррористической защищенности объектов и населения. Есть по линии гражданской обороны соответствующая программа. Есть программа безопасных городов. Есть программы по линии правоохранительных органов. Мы решили с участием всех заинтересованных сторон обсудить всесторонний данный вопрос с тем, чтобы в те нормативно-правые документы, программные документы, которые существуют, внести необходимые изменения. Эксперты напоминают, если вы заметили что-то подозрительное, то об этом следует немедленно сообщить в полицию. Администрация Куйбышевского района собрала гуманитарную помощь для бригады военнослужащего. На фронт отправят одежду, продукты, технику и медикаменты. Подробности расскажем в нашем сюжете. Александру 35 лет. Всю свою жизнь он прожил в Куйбышевском районе Самары. В 2022 году был мобилизован в зону СВО. Сейчас приехал домой в отпуск. Нашел в социальных сетях главу родного района Алексея Крабкова. Написал и предложил встретиться, чтобы рассказать, в чем нуждаются участники его бригады. Рассказать, что не хватает, да, чего в первую очередь, чего люди не могут, ну, допустим, на данный момент найти, что-то приобрести. А так как я здесь, почему бы заодно с собой с отпуска не увезти. Администрация Куйбышевского района с готовностью откликнулась. Фонарики, зажигалки, еда, нижнее белье, газовая плита, медикаменты. Все это вошло в перечень самых необходимых предметов на фронте. Список согласовали с Александром. И только после этого начали собирать гуманитарную помощь. Россия и мы, жители нашего государства, всегда славились единством. Поэтому, собственно говоря, мы непобедимы. И именно единство, и именно сплощение, именно взаимовыручка, взаимопомощь. В этом вся наша сила. Участие в сборе гуманитарной помощи приняли и волонтерские центры. Район и администрация находятся с ними в тесном контакте. Эти девочки на своей территории собирают и гуманитарную помощь, и организуют плетение маскировочных сетей. Они непосредственно работают уже с другой группой волонтеров, которая осуществляет доставку. Это вот то, что касается непосредственно самих жителей. Если говорить о глобальных таких предприятиях, о промышленных предприятиях, они тоже не в стороне. Машина со всем необходимым уже отправилась на фронт. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов, События. Далее коротко о других событиях дня. В Самарской области 71-летнего рыбака спасли с дрейфующей льдины на реке Татьянка. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе. Утром мужчина вышел на лед около автодорожного моста. К вечеру лед размыло и появились промойны. Вдоль берега проступила полоска воды. Самостоятельно рыбак добраться до берега не смог, и тогда обратился за помощью к спасателям. На помощь мужчине вышел аэроглиссер «Север». В 18.05 рыбака успешно подобрали с дрейфующей льдины и отправили в безопасное место, уточнили в сообщении. В Воложском районе Самарской области около острова Быстренький утонул 45-летний мужчина. Об этом сообщила поисково-спасательная служба региона. Поиски проводились по заявлению полиции, когда поступил вызов о пропавшем мужчине у плавучей пристани. В 9.12 команда спасателей с пяти человек приступила к поиску, но столкнулась с нулевой видимостью. В 13.40 на глубине 4 метров один из водолазов обнаружил тело и доставил его до береговой линии для передачи полицейским, рассказали в ведомстве. В Новокуйбышевске вынесли приговор по уголовному делу об убийстве домашней кошки. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области. Установлено, что в апреле прошлого года нетрезвый мужчина засунул кошку, принадлежащую его отцу, в стиральную машину вместе с постельным бельем. Закрыл окно для загрузки белья и через лоток для порошка залил воду. В результате произошедшего кошка погибла, уточнили в ведомстве. Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к лишению свободы на один год и один месяц в колонии строгого режима. С 15 апреля изменит график движения пригородного поезда Самара-Пухвестнево. Новое расписание связано с проведением ремонтных работ на перегоне Подбельская-Пухвестнево, сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании. Электричка отправится из Самары в 19.34 и прибудет на конечную станцию в 22.52. В пути, в числе прочих остановок, состав проследует через станции Стахановская – 19.50, Зубчининовка – 20.04, Алексеевка – 20.18, Георгиевка – 20.55, Подбельская – 21.50, Аверкина – 22.39. Зависимость от десертов может быть следствием стресса, дефицита хрома, железа, витамина D или несбалансированного рациона. С этим нежелательным явлением можно бороться правильным питанием. По мнению врачей, отбить охоту к сладкому могут ягоды. Клюква, брусника, смородина, малина, клубника, черника, голубика имеют низкий гликемический индекс и даже после заморозки содержат много антиоксидантов. С этой задачей успешно может справиться и чеснок. Сульфаты, которыми он богат, имеют свойство расширять сосудистую стенку, снижать уровень холестерина и даже нормализовать уровень глюкозы. Рекрутеры стали чаще отказывать в работе соискателям с ошибками в резюме. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы. Пунктационные или грамматические ошибки в резюме являются весомой причиной для отказа в трудоустройстве для 17% участников опроса. 31% руководителей по подбору персонала считают неприемлемым безграмотность для таких должностей, как топ и миддл-менеджеры, инженеры, бухгалтеры, секретари, менеджеры по работе с клиентами, редакторы, HR-менеджеры, пиар-специалисты, юристы и экономисты. Однако 41% респондентов могут принять на работу соискателя с ошибками в резюме. Надежны и в супружеской жизни, и на работе. В год семьи Ракетно-космический центр «Прогресс» отмечает 130 лет со дня образования. И накануне Дня космонавтики чествуют ветеранов производства, проживших вместе более 50 лет. В торжественной обстановке супругам вручили почетные грамоты и награды от лица губернатора Самарской области. На торжестве побывала наша съемочная группа. Лев Гощинский на завод «Прогресс» пришел по стопам отца, который проработал на предприятии 50 лет. Там молодой специалист сразу приметил девушку Иду. Я увидел в воспитательном участке группу девчонок, молодых, красивых. В том числе и она там была. Ну, я, конечно, сначала первый раз постеснялся, потом подумал, а почему бы их нет, не пропаду. На заводе супруги полвека изготавливали приборы, которые подлежали многоступенчатой проверке. И только у семи специалистов предприятия была печать «Знак качества», в том числе и у Иды Гощинской. «Знак качества» – это еще и об их семейной жизни, которая продолжается 55 лет. Сейчас на «Прогрессе» трудятся их дочери. В общей сложности три поколения Гощинских отдали заводу 230 лет жизни. Ветеранов предприятия, состоящих в многолетних браках, пригласили в ЗАГС на торжественную церемонию. Дивиз нашей семьи – любовь и верность. Ну, любовь, конечно, она несколько видоизменяется с возрастом, но уважение и верность – это остается. «Прогресс» связала и судьбы Лушниковых. Они познакомились, когда работали в одном цехе. Сейчас у супругов две дочки и три внучки. Я думаю, что все-таки это судьба. Она свела нас. Ведь он был в армии, прошел много проехал. Его уж сватали, он мне рассказывал. Сколько раз его сватали, пока он служит. Так нет же, вернувся, опять к нам не забыл. Золотую и изумрудную свадьбы, а это 50 и 55 лет вместе, в ЗАГСе отметили пять пар ветеранов предприятия «РКЦ «Прогресс». Это всегда море эмоций. Это всегда возможность у этого уникального поколения чему-нибудь научиться. Как пронести сквозь года с такой любовью, 50-55 лет, как при этом оставаться настолько самоотверженными в работе и труде, это, конечно, всегда возможность именно эти качества почерпнуть у наших чудесных юбиляров и, конечно, заразиться вот этим потрясающим чувством ответственности. Супружеские пары вновь скрепили свои брачные союзы подписями. Им вручили подарки и благодарственные письма от губернатора Самарской области. Виктория Шара и Николай Пифанов. События. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, кто, по их мнению, должен распоряжаться семейным бюджетом. Кто распределять, не знаю, но однозначно он должен быть общим. Я думаю, это в каждой семье свои правила. Жена. Что связано с цифрами, мне кажется, жена больше знает. Семейный бюджет, я считаю, должен быть общим. Традиционно, я думаю, папа зарабатывает, мама тратит. Муж. Не знаю, но у меня так. Мне нравится, когда это делают мужчины, причем мы зарабатываем оба, но я предпочитаю, чтобы мужчина решала основные вопросы. Совместно. Обоюдно. У кого как лучше получается, наверное, кто лучше в этом функционирует? Ну, конечно, НКВД. Жена. Это я. Потому что женщина больше знает, что купить, что не надо, что надо. Общий должен быть, чтобы и жена, и муж могли распоряжаться им наравне. Сквозь столетия с музыкой в сердцах. Под таким девизом вот уже 115 лет воспитывают учеников в Центральной детской музыкальной школе. Их выпускники работают в лучших консерваториях страны. Наша съемочная группа оценила мастерство их исполнения. Жительница Самары Марина Дурдина на концерт приехала вместе с дочкой, чтобы поддержать подругу дочери Злату. Та занимается в музыкальной школе вокалом и играет на флейте. Мама надеется, что пример Златы вдохновит ее дочь на занятия музыкой. С удовольствием послушать музыку, посмотреть на красоту, посмотреть, какие школы есть, как детки выступают. Большой юбилейный концерт сквозь столетия с музыкой в сердцах, который прошел филармонии, посвящен 115-летию детской Центральной музыкальной школы. Отчетные концерты воспитанники учреждения дают каждые пять лет. И к новому юбилею неизменно приходят с высокими результатами. За эти вот пять лет, что прошли, два преподавателя нашей школы. Это Елена Тарасовна Панкратова и Ольга Михайловна Золотова стали лучшими преподавателями России. В стенах детской Центральной музыкальной школы воспитали не одно поколение музыкантов, которые стали гордостью российской культуры. Московская, Санкт-Петербургская, Нижегородская, Саратовская, Минская консерватории, Академия музыки имени Гнесиных, Большой театр, Оркестры и Виртуозы Москвы. Вот неполный перечень музыкальных учреждений, где работают выпускники. Мне понравились исполнители, которые играли восемь рук в фортепианный концерт и, конечно, виолончель. Она никого не может оставить с равнодушным, поэтому до слез реально потрясающее исполнение. В этом году самарцы могли услышать два концерта – один в исполнении выпускников школы и второй в исполнении учащихся. Со сцены звучала музыка камерного оркестра «Тутти», ансамбля виолончелистов, сводного хора «Вдохновение», домрового ансамбля «Серебряные струны». Виктория Шара, Игорь Казановский и события. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести» с Дворянской информирует о том, что в городе отремонтированы все улицы, связанные с космической отраслью. В честь первого человека, отправившегося в космическое пространство, Юрия Гагарина, названа одна из самарских улиц, входящих в число опорных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. В 2022 году она была отремонтирована по всей ширине проезжей части. В Октябрьском районе находится отремонтированный по дорожному нацпроекту проспект Ленина, где на площади, названной в честь советского конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова, установлен монумент ракеты-носителя «Союз». Помимо этого, в Самаре есть улицы, ведущие к крупнейшим заводам аэрокосмического профиля. Администрация железнодорожного района напоминает самарцам о необходимости следить за своим здоровьем и приглашает пройти диспансеризацию. Ее основная цель – своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Граждане от 18 до 39 лет могут пройти обследование раз в три года, а начиная от 40 лет – ежегодно. Для каждого возраста свой список обследований. Например, мамографию делают с 40 до 75 лет раз в два года, а гастроскопию – в 45 лет. Записаться на конкретный день можно в своей поликлинике или на портале госуслуг. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что родителям при рождении близнецов двух и более детей предоставляется единовременная выплата. Необходимым условием оформления является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. За оформлением выплаты одному из родителей нужно обратиться в любой офис МФЦ. Также ее оформление доступно на региональном портале госуслуг. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране. На этом выпуск завершен. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова